В рамках этой сессии мы выявили проблему, что учителя и ученики говорят на разных языках, вследствие чего возникает взаимное непонимание. Степан Нагих, ученик 11-й гимназии, делится со сверстниками новыми знаниями. А их, как и эмоций, после участия в стратегической сессии «Школа будущего» немало. Три дня ученики различных школ округа разрабатывали и представляли свои необычные проекты. Мы это представляли себе как какой-то питчинг, как просто обмен идеями, но в итоге все вылилось в полноценный образовательный опыт. Мы получили навыки самопрезентации, навыки лидерские, навыки подготовки проектов. С защитой проектов в Жаворонках, где проходила сессия, дело не закончилось. Теперь каждый из них будет обсуждаться и дорабатываться со сверстниками и учителями на уровне школ. Владислав Комышев, преподаватель русского языка и литературы, активно участвовал в разработке проектов и теперь продолжает помогать ребятам. Считает такой опыт весьма полезным, ведь дети – это партнеры. Можно быть наравне, они такие же люди, просто чуть меньшим опытом обладающие. Они такие же интересные, такие же глубокие, многие могут чему-то научить, даже каким-то навыкам полезным, то есть в жизни, чего самому не достает, у детей можно подчеркнуть. Поэтому секрет, наверное, простой, с детьми, как с партнерами. После доработки и пилотного запуска проектов можно будет говорить об их масштабировании. В планах на будущее сделать такие слеты регулярными. Новые знакомства, знания и общение – большое событие в жизни каждого школьника. Мы с ребятами, наша команда, у которой у нас до сих пор осталась наша группа, и там мы обсуждаем, как дальше будем двигаться вместе. У нас создан телеграм-канал, в котором мы до сих пор выкладываем разные новости о профориентационных проектах и мероприятиях. Ребята уже подали заявку на конкурс инноваций в образовании и не собираются останавливаться. Это значит, что уже скоро мы сможем увидеть их реальное применение в школах Одинцовского округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».